Здравствуйте, дорогие мои зрители! Добро пожаловать на канал Моленька шпильт, и herzliches Willkommen zurück zu Big Mama & Kinder Let's Play! Und wir haben für heute viele Pläne, meine Lieben, и я надеюсь, что все эти планы у меня сегодня исполнятся. Big Mama тут общается с Калипсо, я не знаю, обо всем на свете. Себастьян у нас готовит... Что же он готовит? А, какой-то пирог фруктовый, я его попросила. Сиреночка у нас купается в бассейне, в нашем маленьком импровизированном. Ух ты! А Франц Фердинанд у нас достиг четвертого уровня навыка фитнеса, это он молодец. Я купила тут им новый тренажер, и у нас Себастьян устроился на работу, так как он у нас любит готовить очень-очень, то я его устроила на работу поваром, можно так сказать. Но это не столько из-за денег, а сколько из-за того, чтобы он занимался любимым делом, потому что, посмотрите, у Калипсо в багаже 39 плодов драконового фрукта, и каждый стоит 553, каждый. Если я продам, будет плюс 10 тысяч, почти 11, и работать нам не надо, у нас есть прекрасный, просто шикарный сад, я вам скажу. Так, Франц Фердинанд, может ты пообщаешься тоже с Бигмамой? Ой, я испугалась, что они лежат прямо. Так, а с ней можно? Сделать комплимент, исходящий из самого сердца. Так, давайте это уберем. Я попросила их посмотреть на звезды, потому что это тоже повышает общение, правда у них общение такой максимал. У нашей Бигмамы со всеми детками уже максимальное отношение. О, подождите, Аргент Тритон пробежал. Поприветствуй папочку, подожди, подожди. Питнапцухэнген. Ай-яй-яй-яй, он уже уходит. Питнапцухэнген, может удастся нам его поймать. Я не знаю, но вроде бы удается. Пусть она пообщается с папочкой и в Атхомереден поговорить о мечтах своих. Она скажет, как она мечтает в воду, вон лохнесское чудовище увидеть. Вот, и папа говорит, когда-нибудь мы с тобой поедем. Эй, подожди, подожди. Она с ним флиртует. Но по родственным связям ей не отец, поэтому это действие возможно. Ну, технически возможно. Вот, но морально это невозможно, потому что он ее отец. Так, давайте с ним Кеннедлернен. Узнаем его поближе, пообщаемся. Пусть с ним Калипсо немножко пообщается, а потом идет домой, потому что пока за Симами не следишь, они возьмут и будут флиртовать тут неизвестно с кем. Поэтому лучше не надо. И я, кстати, слежу, чтобы у нас соседка наша Адалин родила. Но вроде бы она не родила, но я надеюсь, что она все еще может быть беременна, поэтому сегодня у нас суббота по Симскому времени. Поэтому у нас... О, Леночка идет. Так, давайте пообщаемся с ней. Я сирене отменю действие плавать. И пусть у нас Бигмама поедет с ней в гости Кадалин. Я хочу проверить, родила ли она ребенка. И я очень сильно надеюсь, что это мальчик, ребята. Очень сильно надеюсь. Так, Астерий принес нам почти две тысячи. Он у нас молодец. Кстати, ему нужно будет делать домашние... Ну, вот эти задания по работе, которые обычно даются, потому что он у нас писатель на высоком самом уровне. И его еще могут повышать дальше. Будет не только десятый уровень, но 10 плюс 1, 10 плюс 2 и так далее. Но это мы сейчас делать не будем. Мы сейчас с Бигмамой и Сиреной отправимся в гости к Адалин. Правда, я не знаю у них костюмы. Давайте переоденемся в обычную одежду и Сиреночку тоже попросим переодеться. Прикол. Хехингин. Давайте выйдем из воды, если это возможно. О, она сразу переоделась. Вы посмотрите, какой крутяк. Аутвид энден, аутэксклайдинг давайте. Цвай. Вот в такой одежде, она в миленьком-беленьком платьице, поедут сейчас в гости. Окей, давайте до встречи там. Мы прибыли к нашим династицам из династики Венант. Так, Адалин еще беременна. Окей. Я хочу, чтобы Бигмамочка с ней познакомилась. Freundlich vorstellen. Und mit dir auch Freundlich vorstellen. Und mit dir auch Freundlich vorstellen. Und dir auch. Роксен такая красивая. Кстати, Роксен это дочка Чай и Нарцисс в другом сохранении. То есть я эту семью скачала из династики Венант. Мои самые активные участницы Асечки, которые я недавно сделала редактором в группе. По хорошему настроению. Так, и они идут знакомиться? Наверное, да. И мне очень понравилась ее династия. Я смотрю ее каждую серию буквально. Это династия в фотоформате. И мне понравились, конечно же, персонажи очень-очень. И вот понравился сыночек этой Адалин. Я хочу, чтобы ее сыночек подружился с нашей Сиреной. Я хочу, чтобы это был сын. Потому что в других сохранениях обычно бывает так, что симки рожают девочек. Ну, в одном захоронении мальчика, в другом девочку. Вот что я хотела сказать. Так, она у нас инспириет. Давайте понаблюдаем за Сиреной. Сирена у нас общается с Майклом. Да? Майкл Кавинант. Да. Рассказывает ему что-то. Так интересно. Но мы здесь долго не будем. Давайте, фронтли, форштель. Тут у нас Антуан еще... Еще худенький. Да. В династии уже много серий там прошло. И там он, конечно, накачался, как Халк. Стал настоящий, огромный. А тут он у нас еще такой молодой тинейджер. А, он у нас еще даже подросток. Прикол. Но мы здесь долго задерживаться не будем. Я просто хотела проверить, родила ли Адалин. И хотела просто познакомиться, что если вдруг мы к ним могли бы прийти в гости в любой момент. Познакомиться мы пришли, потому что они у нас по соседству живут. Вот слева, можно сказать, от нас. Поэтому мы к ним пришли по соседству. Мы любим соседей. Мы любим путешествовать к соседям. Как вы знаете, я вообще люблю очень, чтобы Сим и Мэй путешествовали и дома особо не сидели. Ну, если есть такая возможность. Ну, все. Мы познакомились. Адалин вроде бы не начинает рожать еще. Хотя ладно. Может быть, в следующей серии уже будет так, что она родит. Мы сразу приедем и подрослим ее ребеночка. Чтобы нашей сирене было с кем познакомиться. Так, уже 9 вечера, поэтому детское время кончилось. Сейчас Бигмама и Сирена вернутся домой. Так, с ней познакомилась, да. И потом, на следующее утро мы с вами будем играть Домиником. Вот что я придумала. Потому что это у нас уже летсплей. Так, она пошла у нас играть в кукольные игры. Она у нас вечное дитя, поэтому она будет хотеть играть постоянно. Так, она уедет у нас домой. И, кстати, вот это... Да, роды начались. Классно. Ну, я не знаю, ждать, не ждать их. Ну, этот мальчик Крестов, которого я хотела создать для Сирены. Он тоже симпатичный, ребята. Но, когда я посмотрела на него повзрослевшим, я его немножечко изменила там, когда создавала. Когда я его увидела повзрослевшим, подростком, он был менее симпатичен, чем настоящий, ну, обычный этот ребенок, который родится. Поэтому мне показалось правильным, что пусть он родится естественным образом, и просто его повзрослим и познакомимся с ним. Ну, что ж, ребятки, по-моему, достаточно пообщались, и давайте возвращаться домой. Сиреночка прибыла домой, такая уставшая. Викмам, давай покорми коровку вторую. А Сиреночку я хочу, знаете, провести небольшой эксперимент. Пусть она здесь сядет. Она уже спать, наверное, хочет, бедный ребенок, да? Да, спать хочет. И я хочу проверить кое-какое свое предположение. Один такой, не знаю, догадку такую проверить. Ну-ка. Вот она находится в этой комнате. Сейчас мы сделаем шафы с шафхан, по-моему. Да, она становится внимательной. Ес, круто! И если она будет внимательной с помощью этого, этой аромы палочки, то она может делать домашку в внимательном состоянии. Круто! Если нет, она у нас светский львенок, у нее другая жизненная цель. Я думала, мне, может быть, по жизненной цели надо будет делать эти домашки во внимательном состоянии. Пусти, пусти, пусти. Папочка дочь обнимает. Давайте мы лошин погасим. Это тип для тех, кто хочет сделать домашку, но во внимательном состоянии, но не получается. Так, я хочу, чтобы у нас кто-нибудь убрал... Нет, давайте я сама уберу в холодильничек. Да, Себастин у нас сделал этот пирог. Кстати, я хотела вам сказать, что я удалила эту мебель. Будем считать, что они убрали ее на склад. Она им немножко надоела. И я купила такую обычную кровать. И пусть все будет обычное. И тут такое нагромождение вообще устроила столов и стульев. Потому что у нас будет много гостей. У нас много детей. Они все живут по всяким частям города. И пусть будет вот заодно из меню домик, можно сказать. И... Так, это у нас кто? Майкл. Окей. Вот. И... Что я хотела сказать, уже забыла. Ну да ладно, не важно. Ну что ж, ребятки, уже час ночи. Почти 12 ночи, то есть. Пусть наши отправляются спать, делают, что хотят. А я сейчас переключусь на Доминика. И будем играть им пол серии. И вот, добро пожаловать к Доминику в семью. И я хочу, чтобы они у нас романтично пообщались. Я давно ими не играла. Так, вообще, так мило. Я хотела... Почему бы и нет? Я же хотела, чтобы у них был зелененький ребеночек родился. Но у них родилось двое светлокожих или темнокожих детей. Я уже не помню. Ну, таких смугленьких, да. Но не зеленого цвета, во всяком случае. Я хотела бы, чтобы у них был ребеночек зеленого цвета. Поэтому мы сейчас попробуем им еще раз сделать ребеночка, пока они не постарели. И эта возможность еще доступна. Так, их зовут Кевин и Марвин. Окей. Игра, кстати, их очень красиво назвала. Кевин и Марвин. Ой, как же мило. Мне так нравится эта идея, чтобы играть разными семьями. Потому что у всех есть... У кого-то есть детки. У всех разного возраста Симы в семье. Так. Круто вообще игра, конечно, их одела. Я вам скажу. Это не я их переодевала. Так, родители там делают им братика или сестренку. А мы тут пока пообщаемся. Такие смешные, Боже мой. Так мило. Его любим стерен. Поговорить о любимом животном. А Анику я попрошу сделать тест на беременность. Потому что я не знаю, когда еще в следующий раз мы будем играть с этой семьей. И мне нужно это проверить. Она хотела его поцеловать, наверное. Да, я хочу это проверить сейчас. Сразу же. Так. Ей! У нас получилось. Круто-круто. Очень хорошо. Круто вообще. Я очень рада. Так. Она ему рассказывает главные новости. Я заберемела. У-у-у. Круто. Доминик, короче, очень рад. У него прикольная маечка такая с совушкой. Да уж. Доминик, по-моему, взрослый. Да, он Эваксина. Взрослый персонаж. А мы это уже видели. Там последняя серия Big Mama Challenge. Что он у нас уже повзрослел. Давайте поговорим с женой обо всем интересном. Так, фишернен. Улучшим ей день. Или ночь уже. Так круто. Мне так нравится вообще. Я соскучилась по этим симам. Я хочу поиграть ими. И надеюсь, вам эта идея тоже нравится. Вот я даже уверена, что вам нравится эта идея. Так, Марвин и Кевин тут общаются. Повышают свои дружительные отношения. Потому что они у них застыли на половинке. Так, я могу сказать. Ну, как обычно. Вот у членов семьи у всех по дефолту как бы здесь наполовину отношения всегда. Чтобы их увеличить, надо общаться. Так. А у них это утеночек тут. Ну что ж, ребятки. Давайте мы дождемся утра. И так как у нас зон, так, воскресенье, то мы поедем с детьми. Такая уютная серия. Что-то получается. Что-то мне так нравится. Мы поедем с детьми в парк. Вот. Может, мы там встретим наших. Из нашей главной семьи Бигмамы. И пообщаемся с ними тоже. Ну что ж, давайте до утра. Аника и Доминик встали с утра пораньше. Аника готовит у нас... Давайте, давайте продолжаем. Так, verdorben. Окей. Ей не пройти, что ли? Короче, что-то там с этой сковородкой не то. И Доминик у нас кушает овсянку. Потому что я не стала дождаться, пока Аника там что-то приготовит. По-моему, нет поверхности. Но мне не убрать рукой, потому что тут была Бигмама. Ну что ж, Аника решила взять йогурт. Ну да ладно. Так, кто это он? А, не посмотреть. Ну, окей. Так, детки у нас спят еще. Сейчас они выспятся. Такое у них уютное семейное утро получилось. Так прикольно вообще. Доминик, давай попрошу тебя убрать все. Of home. Of home. И потом, наверное, я включусь, когда они будут уже в парке. Вот, я хотела вам просто показать это уютное классненькое утро, которое мне очень лично понравилось. Не знаю, какая-то у них вот тут уютная атмосфера. Вот, ребят, честно говоря, то ли из-за домика, то ли... Не знаю, почему. Вот как-то так уютно, хорошо. Ну ладно, тогда встречаемся тогда в парке. Окей. Мы прибыли в парк, в котором мы были, знаете, в самом начале, наверное, челленджа Биг Мама. Почти в самом начале. Там Леночка только подросла, по-моему, подростком стала. Так, и Доминику я попросила, чтобы он рассказал групповую историю, но что-то он так быстро рассказал. Я хочу, чтобы он ее своим деткам поведовал. Так, и тут у нас братья Кристиан. И как его звали? Клаус, точно. И как я и сказала, то мы можем встретить наших, которых обычно дома только встретишь. Да, ну когда имя играешь, не имею в виду. Калипсо у нас греется у огня. Такая классненькая вообще. Так, давайте понаблюдаем за Домиником и за его семьей. Да, он рассказывает сейчас эту историю. Детки так внимательно слушают. Вы посмотрите, ребята. И у них повышается с ним отношение. Это хорошо. Freund und sohn. То есть он ему друг и сын. Сын и друг. Как это круто. Так, Аника у нас... А, я думала, она допекла. Нет, еще не допекла. Тут у нас... Gemütliches Lagerfeuer. Уютный огонек. Für zwei essen. Ja. Und... Marshmallow sandwich. Аж целых три мудлета, которые отвечают за то, что она сидит у костра. То есть, кстати, по соседству находится участок, где женились наши Розалинда и Феликс. Да, такой обрезанный немножко, потому что при скачивании он был больше, чем этот участок. Поэтому... И, кстати, да, я не зря об этом начала говорить. В следующей серии мы играем Розалиндой и Феликсом. Как вы знаете, Феликс – это сын Майкла Джексона в этом сохранении. Да, и вообще он только здесь. Вот, и поэтому давайте мы... Так, 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 вот... Добавим дровишек. И поэтому он захочет поехать к своему отцу, проведать его. А также у него есть сестра, с которой мы никак не могли познакомиться, потому что она просто исчезла тогда как-то. Ее не было, был даже поздний вечер, но она так и не появилась. И мне было как-то странно, и очень жаль, что мы с ней не познакомились. Но потом я увидела, что она позрослела, и я ее отдала замуж за одного из парней, которые были для Леночки созданы. И сделала уже ребеночка. Да, поэтому обязательно мы в следующей серии съездим к Майклу Джексону. И Феликс съездит к отцу и сестре, вот, пообщается с ними. Нет, заодно мы посмотрим, какая у них, по-моему, дочка получилась, я не помню. Вот такая у нас уютная серия, по крайней мере, уютная концовка серии. Аника собралась кушать картошку. Аника, тебе что, мало? Нет? Убираться пошла? Да ладно. На общественном участке убираться? Аника, ты с ума сошла, что ли? Такая прикольная вообще, ребят. Да, красивая у нее одежда. Класс. Ну ладно, ребят, будем заканчивать на этом серию. Я показала все, что я хотела. Пожелаю вам всего доброго. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok